Привет, друзья! Ну, мне задали такой вопрос, как я придумал этот приём, когда хочешь расслабиться, пытаешься расслабиться, прислушиваешься к себе, пытаешься расслабиться, и если веки у тебя начинают трепещать, то надо ими вот так поделать. То есть идти навстречу тому, что организм просит, а не вопреки этому. Как я до этого дошёл? Ну, дело в том, что вся методика, все методики, точнее, все упражнения, приёмы, в целом называются синхронизирующие приёмы и упражнения. То есть, вот обратите внимание, естественные, а не противоестественные. У меня вот сейчас новая книжка собирается уже, там и фамилии наших участников школы с их приёмами, тоже пишите, пожалуйста, кто хочет в эту книгу новую попасть. Вот на этой основе. И там она начинается с этого понятия. Что значит естественно, и что значит противоестественно. И что такое зелёная зона? Зелёная зона – это ты, когда подбираешь те приёмы и упражнения, которые синхронны твоему текущему состоянию в данный момент их применения. То есть, то, что тебе естественно. Например, хочется тебе потянуться – потянись. А не противоестественно. Например, хочется тебе кушать, а ты не ешь. Ну, это история сложная, что тебе можно кушать, что нельзя. Ну, если ты на самом деле разгрузку сделал несколько раз, тебе организм сам, как компас, тебе уже подсказывает, что тебе кушать, что нет. Но сейчас дело не об этом. Мы об этом потом поговорим. Что кушать, что не кушать. Мы сейчас говорим о естественном и противоестественном. Это очень важная тема на все времена. Я её поднял. Запомните, пожалуйста, я этим горжусь. Я её поднял. Что такое свобода и запрет? Что такое воля? Что такое я хочу и нельзя? Как они сопоставляются? Вот в науке человечности мы сейчас вот это согласовываем. И мы сейчас будем с Романом Газенко делать несколько встреч. И по самоидентификации, и что я хочу. И вот это очень всё интересно. Потому что всё это начинается с естественности и противоестественности. Ну, естественно же, когда, допустим, я хочу пить, выпить воды. Ну, естественно же, например, когда я хочу сделать вдох, я делаю вдох. Это естественно. Противоестественно. Это сделать насилие над собой, сделать наоборот. И вот я видел, как инструктор по расслаблению показывает, как надо расслабляться. И вот он показывает, показывает, как надо расслабляться и говорит, вы расслабляетесь, и если глаза у вас начинают вот так вот мелькать. То есть здесь вот что надо сделать? Надо помелькать. Это естественно. А не вопреки этому пытаться расслабиться. Вот же в чём дело. Вот синхронизирующие действия – это те, которые соответствуют тебе. В момент применения этих приёмов. А не те, которые тебе не соответствуют. Поэтому никакие там практики оздоровительные, духовные и прочее не надо проводить с насилием над собой. А надо искать зелёную зону. То есть надо делать то, что ты хочешь. Это ж такая сложная тема. Это просто такая сложная тема. Делай то, что ты хочешь, а люди-то не знают, чего они хотят. Вот же в чём дело. Нас же всё время учили по шаблону. Делай так. А если у тебя не получается, тебе говорили, а ты старайся. Делай, пока не получится. Работай над собой. Укрепляй свою настойчивость, укрепляй свою волю. Это всё правильно. Но это демагогия. Самое главное – счастье-то – это быть собой. Это быть свободным. Это любить, созидать. А для этого надо не рабом воспитываться, не исполнителем. Вот воспитались до пандемии, до кризисов и войн. Потому что нас всегда учили быть не собой, а исполнителем. Поэтому мы попали в формат потребительского общества, а не созидательного. Поэтому давайте мы об этом поговорим. Вот я буду сегодня с Романом Газенко общаться. И мы с ним запишем видео. А потом мы запишем ещё. Да. А чтобы слышать себя, чтобы делать те упражнения, которые вам подходят, как ботинки по размеру. Чтобы они были естественные для вас. И чтобы на самом деле ваша воля расширялась, и сознание было свободным. И вы могли там, где нужно преодолеть, мгновенно собираться с силой. И как преодолеть? Так вот для этого и нужно, когда вы обучаетесь свободе, быть свободными. А не подражателями. А там в жизни вы будете как раз таки преодолевать. Потому что здесь с помощью ключевых приёмов набираетесь опыта. Как решать любую проблему с наименьшими затратами. С наибольшей эффективностью. Будь то ринг, будь то лазание по канату, будь то прыжок в воду, будь то фехтование, будь то удар прямо в челюсть. Если ты боксёр. А если не боксёр, то танцовщик. А если не танцовщик, то певец. Но ты всегда будешь чувствовать внутренним компасом, как лучше, что тебе делать. Потому что ты будешь естественней. Продолжение следует...